Уютным в профессионалах, но при этом он является в любителях мастер спорта страны, чемпион Северо-Кавказского федерального округа, многоградный призер и победитель молодежных чемпионатов России, также Европы и мира, победитель Кубка мира, чемпион Чеченской республики уже среди взрослых, ну и победитель Кубка Дона, чемпион СКФО 2017 года. Занимается кикбоксингом со школы, где была секция. Примеры в кикбоксинге, конечно же, для него являются братья Пасхаева. Это Умар, Бувайсар и Хамид Пасхаев. Все трое братьев прекрасные спортсмены. Мы знаем, что также они идут по старшинству, по регалиям. Хамид Пасхаев мастер спорта страны, Бувайсар международник, мастер спорта международного класса. Ну и, конечно же, Умар Пасхаев является заслуженным мастером спорта, двумя чемпионом мира и двумя чемпионом Европы. Ну вот сейчас мы уже непосредственно к бою. Роман, мой коллега, был прав. И так и есть. Вот этот грузинский боец Георгий Хуфеня представляет школу Давида Кирики. Ну, на самом деле, удивительно, когда боец, который провел 30 поединков, встречается со спортсменом, для которого это профдебют. Мы знаем, что любительские и профессиональные кикбоксинг, равно как вообще любые виды и наборства, это два абсолютно разных вида спорта. И, конечно, это такой довольно-таки смелый шаг со стороны Халида Хумидова и его команды. Да, это здесь действительно режим работы такой, чем плодотворный матчмейкер. И, по сути, вице-президент Федерации Чемской республики Мусы Шикабова, заслуженный тренер страны. Это все его работа. Он считает, что уже вот на этом этапе мастер спорта страны у любителей Халида Хумидова готов сражаться, и причем конкурентно с Георгием Хуфени. Ну, пока мы видим, что поединок, если говорить о конкуренции, вполне себе равный. И мы видим также, что Халид Хумидов повыше ростом, у него более длинные рычаги. И вот сейчас пропускает он удар слева от Георгия Хуфени. И старается пока держать соперника на передней руке. Георгий Хуфени, будучи бойцом чуть более низкорослым, естественно, подходит вперед, пытается сократить дистанцию. Он более плотный. И мы видим также, что поединок достаточно плотный. Спортсмены работают в такой профессиональной манере. Левый сбоку от Хуфени и тут же лоу-кик, естественно, но отвечает ему тем же Хумидов. Да, перекрылся плотно в защите Хуфени и ответил левым боковым в скачке. Ну и такая манера действительно похожа на Давида Кирию. И плотная защита, такая глухая защита, еще ее называют боксерская. Но вот здесь вот вроде бы чуть провалился Хумидов и попытался сконтрить Хуфени, но не получилось. Там уже Хумидов все читал, то, что собирался делать Георгий Хуфени. Хотя вот низкорослый боец пытался сейчас прыжковую технику исполнить. Заряжается практически на каждый удар руку, и во всяком случае Георгий Хуфени. Опять же, да, мы говорим о профессиональной манере ведения поединка, но шутка ли? 30 боев человек провел. Продолжает он подкрадываться, продолжает подкрадываться, закрываясь вот этим самым глухим блоком своим. Да, Роман, но мы с вами еще знаем, когда боец-председатель базового Кикушина, я еще ни одного не встречал, которые бы работали легко или так чуть-чуть в игровой манере. Вот все время они, конечно же, подстать с той концепцией, которую Кикушина и рождает. И вот первое, вот я только хотел спросить, а где же традиционные приемы, элементы, которые характерны для каратистов? А вот, пожалуйста, Георгий Хуфени уже первый из них исполнил. Попытался, во всяком случае, удар с разворота. Здесь здорово, сейчас Халид Хумидов продолжил комбинацию. Левое колено для высокого, рослого бойца, особенно эффективно против как раз роста более низкого, которым является его оппонент Георгий Хуфени. И вот колено, по-моему, пришло в туловище очень хорошо, так, вдогонку. Да и несколько раз голову очень неплохо закидывал Халид Хумидов. Пытался он, да, но там инерции удара уже не было. Чуть-чуть было замедленное действие уже. Для того, чтобы к точке завершить этот удар уже более мощно, мы видели, что вот пытался, да, это сделать Халид Хумидов, но вот тяжести удара самого уже, конечно же, не было. Потому что, ну, где-то, я думаю, что не было изначальной стартовой скорости. Все-таки пытался это сделать Халид дважды за первый раунд в ближнем бою. Такой даже, может быть, тайский элемент отчасти. Но без какой-либо инерции был нанесен удар. И даже если колено бы попало в область головы, оно, в принципе, имело бы эффект касательный. Продолжается поединок. Раунд под номером два. И нужно сказать, что стартовый раунд получился достаточно конкурентным, несмотря на разницу в опыте на бумаге, в первую очередь. Хорошо здесь коленом пытался втулог еще пробить Халид Хумидов. И в клинче отрабатывает на ближней дистанции Георгий Хуфения, используя удары сбоку. Да, и напомню, что Георгий Хуфения 25 поединков. Выгранных. Да, выгранных. Представляете, из 25-10 нокаут. И всего лишь 5 поражений. У него ноль ничейных результатов. И, конечно, с такими показателями в профессионалах Хумидов, ему трудно чем-то похвастаться с нулем. Ну и здесь опять очередной тот элемент из Кикушина. Ну он читался. Слишком с дальней дистанции начинал делать этот самый прием Георгий Хуфения. Поэтому, конечно, попасть было тяжело. Но красиво. Когда с другой стороны делать прием ради приема, это только лишь отнимает силы. И удары с разворота не чревато контратаками. Мы это прекрасно знаем. Встречает фронт-киком соперника Халид Хумидов. Браво. Вроде бы попадает. Но не мощно, но точно. А вот пропускает потом ближние дистанции правой боковой от Георгия Хуфения Халид Хумидов. И тут же реванширует. Пытается как раз сблизиться почему-то с более низким своим соперником. Хотя это, естественно, опасно делать. Но нарушает такую тактическую, может быть, тактический рисунок, который для него приготовили угловые. Вот здесь колено навстречу здорово. Кстати, вот эти самые удары коленом, на мой взгляд, в исполнении Халида Хумидова смотрятся наиболее опасными для Георгия Хуфения. Потому что удары руками у грузинского атлета выглядят поувесистее. Да, вы правы, Роман, согласен здесь с вами. Здесь, я думаю, что второго мнения быть не может. Все слишком очевидно. И при этом, мы тоже с вами заметили, Рома не так жестко бьет с рук, конечно, Халид Хумидов. Он еще не сформированный боец. Конечно, молодой парень еще будет матереть, будет прибавлять. И сейчас мы увидели, как ударил он ногой после команды брейк. И только природная реакция Георгия Хуфения уберегла его от прямого попадания в голову. Нелегитимного, кстати, сказать. Сейчас поменял стойку грузинский атлет, встал в левшу. Естественно, это удары ногой по туловичу. Да, в левшу очень интересно. Сейчас действовал он. И сразу же отправил в левую ногу, закрутив тазом голень туда, так отправил в область правой нижней подреберья. Это та самая сторона печени. Мы сразу же увидели такое покраснение, даже легкая гематома там уже образовалась. Начинает пятница Халид Хумидов. Хороший правый сбоку, плотненький. Потому что такая мощь на хорошую вышкаленность Хумидова и мощь грузинского бойца Георгия Хуфения. И здесь слева пропускает Халид Хумидов. Ну, знаете, Максим, кстати, вот манера ведения поединка Георгия Хуфения мне, наверное, больше напоминает не Давида Кирию, а все-таки, наверное, где-то даже Робина Ван Росмалина. Потому что и по фактуре своей похож. Правда, конечно, Робин Ван Росмалина работает более серийно и более жестко. Там многоударно с Робином, давного личностного супер бойца. Стефану Штруве, и они спарринговали с нашим бойцом. И он приезжал к нам на интервью на радио. И как раз зашла речь про Давида Кирию. И он сказал, что да, они одно время готовились вместе с Сами Шилтом. Но он сказал, что потом просто переехал к Ники Хольцкину. И Сами Шилт сказал, что это было очень правильное решение. Да, помню этот момент. Я как раз летал в Глории в Голландию и с обоими общался. И тогда, когда Ники Холдсин в очень равном бою выиграл поединок у тоже голландца Громхарта. Вот в тот момент до этого события действительно было очень качественно. И многие отмечали специалистов K1, что было потрясающее сотрудничество между Сами Шилтом и Давидом Кирией. К большому сожалению, тандем распался. Неизвестно, может быть, когда-то они в будущем, может быть, соединятся. Потому что так дружили хорошо очень эти парни. Но дружба-то не прекратилась. Просто прекратилась совместная работа. Давайте наши обзоры в ринг обратим, потому что события развиваются в высшей степени стремительно. В предыдущий раунд забрал Георгий Куфеня. Я думаю, вы со мной согласитесь. И вот сейчас Холиду Хумидову необходимо отыгрываться. А вот здесь два колена запускает Хумидов. И здорово это делает. И причем левое колено в обуслужившую очень жестко попадает. И правое опять колено. И с клинча эта работа идет. И мы слышим, как Сайхан Жамалдина, заслуженный тренер России, правильные вещи говорит, как действует необходимо Хумидову. Вот только в ближней дистанции не давать маленькому по росту, по своим ростовым данным, грузину боксировать на своей излюбленной дистанции. Как раз запускать сразу колени с двух ног. Ну и кстати удивительно то, что Георгий Куфеня охотится только за головой. Потому что когда он входит на ближнюю дистанцию, вполне можно было бы попробовать начать с туловища жесткими ударами, опустить руки и дальше переводить на голову. Почему-то мне кажется, что я не вижу навыка вот именно этой работы у Георгия Куфеня, именно боксерского навыка через туловище работы. Есть навык работы ногами по туловищу, но вот как раз с рук не бьет он под корпусу, так как должен вот такой низкорослый боец работать. Вы правы, Роман. С двух рук нужно, конечно, отрабатывать туловище максимально при такой антропометрии. Но Куфеня этого не делает. Заряженная голову продолжает атаковать только в верхнюю часть. Дело здесь, да, есть жесткие удары и пытался сейчас опять Куфеня довести в дистанции Калиды Хумидова, чтобы нанести точный разящий удар как раз с падением с разворота. Что еще хорошо для Георгия Куфеня, это то, что он идет вперед. Да, мы знаем прекрасно, что на суде это оказывает особое влияние, когда человек пытается диктовать свою волю, навязывать свои условия игры. Да, правило, мировое правило в судейском корпусе по разным боям и разных правилах. Да, точнее, в разных видах боев. Вот это и есть правило go to forward, идти первым номером и все время давлять над своим соперником. Попадает слева сейчас Георгий Куфеня, но вот не нужны ему эти удары с разворотом. Да, слишком много. Они медленные, во-первых, да. Соперник привыкает и в них нет разрушительной силы, только эти самые силы тратят Георгий Куфеня. Абсолютно точно, Роман, здесь они... Это, кто не знает, самые преследовательные... Судя по всему, вот это, кстати, было бы справедливо, мне кажется. Потому что... Экстра раунд здесь читался, согласен с вами, он был более бы, наверное, ожидаем для зрителя. Потому что все-таки какого-то разительного такого, по-настоящему существенного преимущества одного из бойцов мы не увидели. Но выходит Александр Загорский, ринг-анонсер всей Руси, лучший из лучших в ринг. И, соответственно, он будет уж точно, наверное, анонсировать победителя. Дорогие друзья, по завершении трех раундов боя большинством судейских голосов победу одержал Георгий Куфеня. Да, большинство, соответственно, двое судья отдали победу Куфеня. Один поставил, я так понимаю, ничейный результат. Но, вы знаете, я с этим скорее согласен, на самом деле. Более жесткие, более плотные удары с стороны шел вперед. Такого уже сформированного профессионала Георгий Куфеня.